Наличие бабок это типа запущенные процессы за месяц. Отсутствие бабок это процессы, которые ты можешь выстраивать годами. В чужих историях там же все лучше, все богаче, все быстрее, все успешнее. Кидают, нахер, обманывают, но ты идешь вперед, продажи упали. Тут надо команду поменять, обязательно дома, это обязательно бизнес, не один. Что я понял, там что-то к 40 что ли, там дом в 40, начинаю его строить в 30. То есть не появится сам собой, если ты будешь просто о нем думать. Афоризмы житейской мудрости от Ивана. Тернистые, да, которые сложные, путь каких-то там неудач, да, путь, когда ты типа падаешь и встаешь. Получили все как на картинке. И спасибо вам огромное за такую поддержку. Вон там Джесс пробирается сквозь терни к звездам. У нас визуал обязательно, он должен соответствовать на картинке одно, а люди по факту типа получают другое. Но действительно радует, что у нас появились фанаты бренда, что у нас там с Новосибирска есть фанаты. Если ты хочешь построить бизнес, начинаю его строить сейчас. Хим у нас есть, для чего ты создала матрешку? Для того, чтобы людям, как мы, но которые не в маркетинге и развивают свое дело, такое как Хим, помогать в продвижении, находить видов и заявок. Через определенное количество лет тебе что-то было, тебе надо сегодня это начать создавать. Но Хима нам оказалось мало. Я подумал, что я хочу, чтобы мне было к 40 годам. Вот это примерно тот путь, который мы прошли в маркетинге, и который вам лучше не проходить. Да, я не родился с золотой ложкой в жопе. Мы встретимся фразами честными, задержками на двои. Губительная слабость, на двои губительная радость. Мурашки, поцы, ноги по холодному паркету. Вчера были на Туся, сегодня идем на пикничок. Хватит столько времени проводить за компьютером, тем более, когда 18 градусов на улице. Сейчас мы идем в соседний лес, там будем тусить под этим классным солнышком. Только перед этим нужно отнести браслеты нашим любимым клиентам через зону Яндекс.Маркет. И можно идти тусоваться. Вот, я сейчас, когда собирал для отправки браслет, и я вижу, в кабинете показывается, куда отправляешь, какие города, кому. Вот, и действительно радует, что у нас появились фанаты бренда, что у нас там с Новосибирска есть фанаты, что у нас с Красноярска, с Краснодара люди заказывают по, там, ну, уже я вижу, что по пять, по шесть трасс, это не может не радовать, и когда прилетают комментарии, вот сегодня буквально новый комментарий прилетел, я сейчас раз загреплю, ну, типа, спасибо, все здорово, выглядит как на картинке. У меня сразу такой вопрос в голове, блин, а что, типа, можно, ну, можно, ну, то есть, у нас визуал обязательно, он должен соответствовать тому, чему мы отправляем людям, то есть, вот то, что упаковка, которая есть на картинке, вот точно так же один в один приходит то, что мы отправляем людям. И, ну, я не знаю, типа, как может быть вообще по-другому, если там, типа, на картинке одно, а люди по факту, ну, типа, получают другое, но это не, ну, в хима это точно недопустимо. Поэтому меня, конечно же, радуют комментарии, да, когда ты читаешь, что, причем не один такой комментарий, а очень многое, что получили все как на картинке. И спасибо вам огромное за такую поддержку, но хима нам оказалось мало. Вот наши с Джесс тропушки, по которым мы ходим, наши места силы. Здесь вот такие вот есть как-то небольшие ручейки, мы здесь, короче, гоняем. Джесс, хим у нас есть, для чего ты создала матрешку? Для того, чтобы людям, как мы, но которые не в маркетинге и развивают свое дело, такое, как хим, помогать в продвижении, находить видов и заявки. Понятно. Вон там Джесс пробирается сквозь терни к звездам. Вот это примерно тот путь, который мы прошли в маркетинге, и который вам лучше не проходить, а стоит обратиться в матрешку, да? Зачем еще надо в матрешку обращаться? А за всем, за продвижением под ключ. Вот, если вы не хотите вот такой вот путь, который, собственно, мы уже прошли, то куда надо идти? В матрешку мы, Саня Лупиной, ждем вас! Афоризмы житейской мудрости от Ивана. Я тут, может, несколько месяцев назад наткнулся на пост интересный. Он был написан, типа, что я понял, там, что-то к 40, что ли, а нужно было бы понять в 30, что-то такое. И там было написано, ну, такой, типа, пост мотивационный, да как пост обычно, там, типа, я там понял, что если хочешь, там, типа, себе, там, дом в 40, начинай его строить в 30, да? Если ты хочешь себе, там, машину и, там, типа, квартиру, то начинай на нее копить, там, в 30. Если ты хочешь построить бизнес, начинай его строить сейчас, чтобы он у тебя, там, условно, в 40 был, да, какой-то. И там еще было написано про права, там, типа, то, что если, там, не думаю, что они тебе, там, не пригодятся, пригодятся. Плюс там еще что-то было написано про, там, типа, рестики, бары, что, типа, все, ну, со временем это, кажется, потраченные бабки, которые впустую, типа, вот, ну, то есть понятно, что с чем-то я согласился, с чем-то не согласился, но меня очень прям так триггернуло, что если ты хочешь дом, то, типа, начинай его строить сейчас. Если ты хочешь бизнес, то он, ну, то есть не появится сам собой, если ты будешь просто о нем думать. Если ты хочешь, чтобы через определенное количество лет у тебя что-то было, тебе надо сегодня это начать создавать. Меня это так триггернуло, так задело, и я подумал, что я хочу, чтобы мне было к 40 годам. Это обязательно дома, это обязательно бизнес, не один. Это свобода. И у меня когда какие-то, ну типа бывают моменты сложные, да, что типа устал такой, думаю, тут что-то продажи упали, тут надо команду поменять, тут надо переупаковку сделать, тут еще какая-то несрастуха. Ты понимаешь, что если ты сейчас примешь эту несрастуху, то ты принимаешь тот путь, который проходит каждый, там, я не знаю, предприниматель, владелец, успешный человек, то ты принимаешь именно путь. И если ты типа готов принять путь, а не вишенку на торте, да, как бы типа, то, ну, тогда должно все получиться у тебя, да. И я понял для себя, что я принимаю этот путь, вот этот вот, вот этот путь, который, ну, который тернистый, да, который сложный, путь каких-то там неудач, да, путь, когда ты типа падаешь и встаешь, путь, когда тебя кидают, обманывают, но ты идешь вперед, вот. И мне, короче, очень прям понравился этот пост, я прям конкретно задумался, когда мне становится, типа, ну, я говорю, как-то не по себе, я вспоминаю такой, думаю, ну, хорошо, если я сейчас брошу это все, если я брошу хим, если я брошу развиваться, если я брошу там, ну, типа, читать литературу, которую мне надо, если я типа все свои, ну, мечты и цели задвину на задний план, что у меня будет в 40? Нихуя! Опять же, про вот этот вот промежуток, почему такой большой, да, там в 10 лет, например, вроде бы типа, ой, нифига, тут можно тут же, да, как бывает, то, что на билбордах, да, красивые жизни и в чужих историях там же все лучше, все богаче, все быстрее, все успешнее, да, за 3 месяца можно стать миллионером. Почему 10 лет? Ну, потому что, когда ты не рождаешься золотой ложкой в жопе, а я не родился золотой ложкой в жопе, Джесс, тоже мы не родились золотой ложкой, в жопе, мы обычные люди, у которых есть своя возня, там дети, ипотека, которая, ну, блядь, или ипотека, или нихуя, да, как мы выбрали ипотеку, понятно, то есть типа, ну, рахты ей, мы платим у нас из своего жилья и так далее. И, короче, когда ты не рождаешься вот с этой золотой ложкой, у тебя путь, он намного длиннее, потому что бабки, наличие бабок – это старт, наличие бабок – это ступень, которая отличает тебя от тех, у кого их нету, там, на 10 шагов вперед, да, если не больше. Наличие бабок – это типа запущенные процессы за месяц. Отсутствие бабок – это процессы, которые ты можешь выстраивать годами, когда у тебя нету, да, там, типа ресурсов на сотрудников, когда у тебя нету ресурсов там на закупки и так далее, и так далее. Вот, поэтому, почему большой промежуток, я беру там относительно, там, 30 и 40, да, это типа 10, ну, 9 лет. Ну, конечно, в голове хочется гораздо быстрее все построить, но не всегда все получается так, как ты хочешь, да, ты можешь планировать кое-что за год реализовать, а будешь это реализовать 4 года, но потом это как выстрелит. То есть, соответственно, я, наверное, несмотря на то, что творчики человека, написал там 8 книг и продолжаю писать, и продолжаю заниматься творчеством, и музыку делать, вот я все-таки, наверное, 50 на 50, да, 50 на 50% творческий человек, 50%, наверное, реалист, и уже где-то в каком-то, в какой-то степени могу себя считать там небольшим предпринимателем, да, который, ну, как бы адекватно смотрит на цифры, на цели и пытается построить положительный исход из того, что имеют.